МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любимая школа, я поздравляю тебя с 70-летним юбилеем. 70 лет для мировой истории, возможно, это очень короткий промежуток времени. Для школы это очень значительная веха жизни. Что такое школа? Ну, наверное, рассказывать не приходится, потому что все прекрасно понимают, что наша жизнь начинается с самого раннего детства, и которая проходит через огромные жизненные пути. И музыкальная школа – это тот механизм, который позволяет детям развиваться душевно, духовно и понимать, что такое творчество. На сегодняшний день в школе у нас занимается 613 учащихся по двум направлениям – инструментальное и хоровое. Что я хочу сказать? Замечательный педагогический коллектив, который создавался, конечно, очень длительное время. Сейчас работает у нас 63 преподавателя – очень квалифицированных, очень творческих, очень инициативных людей, которые занимаются различной абсолютной деятельностью. На сегодняшний день, имея базу инструментальную, которая состоит из 20 инструментов, конечно, содержать ее достаточно непросто, имея количество только более 500 инструментов в школе. И я очень рада, что у нас занимается такое количество детей. Конечно, хочется сказать самое главное. Школа у нас производит действительно очень талантливых людей. И самое приятное, что есть в школе – это то, что наш педагогический коллектив состоит из 90% бывших выпускников. Я сама тоже являюсь выпускницей этой школы. И тоже 30 лет работаю здесь. 30 лет вношу лепту в вклад нашего города. И стараюсь, конечно, вносить лепту в то, чтобы наша школа постоянно развивалась во всех, во всех направлениях. И сейчас, конечно, было очень грустно от того, что мы не смогли 70-летний юбилей свой отпраздновать, так как мы праздновали 65-летие. Но это новый формат, это новое веяние. И мы идем, шагаем ногу со временем. Я благодарна, наверное, судьбе, что она меня связала с музыкой. Потому что музыка – это вся моя жизнь. Очень много у нас замечательных коллективов. Самые яркие коллективы, я думаю, вы их слышали не раз на наших слудских площадках. Они представляли слудщину на республиканских международных конкурсах. Те коллективы, которые имеют звание образцовы. Образцовы – духовой оркестр. Руководитель Петр Константинович Лазука, который 43 года проработал в нашей школе. И коллективу уже 40 лет исполнилось. Замечательные. Образцовый эстрадный ансамбль «Радуга». Руководитель Трофимович Владимир Николаевич. Он 49 лет проработал в нашей школе. Этот коллектив, который достиг всевозможных похвал и всевозможных наград различных-различных уровней. Образцовый хор «Пролески», которым руководит Улазовская Валентина Петровна. Замечательный наш хор. Это те коллективы, которыми мы гордимся, которые прославляют нас как индивидуальную школу и, конечно же, Случину, как район Слуцкий. И, конечно же, образцовый ансамбль скрипачей «Тутти», которым руководит Ермушевич Ирина Владимировна. Но и гордостью школы, конечно, является педагогический народный оркестр русских народных инструментов. Этому коллективу исполнилось 55 лет. И, конечно, большая честь оказана мне тем, что 10 лет руковожу этим коллективом я. Потому что очень приятно руководить педагогами, которые не просто являются педагогами, они являются еще и исполнителями. Рассказывать про историю школы можно очень-очень долго. Конечно, очень хочется сказать огромное спасибо всем преподавателям, которые работали в нашей школе. Конечно, вспомнить светлыми словами тех людей, которые уже ушли из нашей жизни, которые внесли лепту и вклад в наше дело. Конечно, хочется видеть молодежь, которой у нас очень много сейчас тоже в школе. И чтобы они тоже развивали и несли, передавали, знаете, как эстафету олимпийского огня из рук в руки, которая будет длиться вечно и нескончаемо долго. Приятно в школе работать, потому что сейчас очень много происходит таких вещей, которых, может быть, раньше, учитывая, что школа была создана в послевоенное время, конечно, может быть, даже и не мечтали. Сейчас дети играют на очень качественных инструментах. Спасибо большое Минскому областному комитету и, конечно же, Слудскому районному исполнительному комитету за поддержку в приобретении инструментария замечательного для школы. Дети могут очень хорошо выступать и показывать нашу случаю на качественных инструментах. Это немаловажно. То же самое, конечно, хотелось бы поблагодарить и всех своих коллег за их самоотверженный и замечательный труд. Конечно, хочу видеть в дальнейшем еще большее количество наших детей, огромную заинтересованность молодых родителей в том, чтобы они развивали своих детей. И в совместном нашем труде, я думаю, мы добьемся больших успехов. И школа Слудская, детская школа искусств, она будет приносить процветание не только тем детям, которые здесь учатся, но и всем, кто будет нас слушать и получать глубочайшее удовлетворение. КОНЕЦ 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 Слудская детская школа искусств вот уже 70 лет открывает свои двери для тех, кто хочет научиться играть на музыкальном инструменте, кто хочет приобщиться к мировой музыкальной культуре. Она открывает двери для тех, кто хочет развить свои творческие способности. Это большой период, и за это время сменилось несколько поколений учеников, несколько поколений учителей, которые стояли у истоков и внесли значительный вклад в становление и развитие нашей школы. Слудская детская школа искусств – это большой коллектив учителей, учеников, сотрудников. Более 600 мальчишек и девчонок обучается игре на 18 музыкальных инструментах, изучает теорию истории музыки, приобщается к коллективному музыцированию, посещая занятия хора, оркестра, ансамбля и даже пробует свои силы в композиции. Первая встреча с музыкой может состояться и в 5-6 лет в школе раннего развития. Главное богатство школы – это наши ученики, наши выпускники гордой школы. И, конечно же, замечательный педагогический коллектив в главе с директором Сапилкиной Натальей Леонидовной, которая очень умело ведет свою команду творческих, креативных, влюбленных в свое дело коллег, учителей, но также мотивирует на достижение высоких результатов. В школе, в коллективе у нас гармонично сочетается опыт и мудрость старшего поколения, которых мы ценим, любим, с творческой смелостью молодежи, тоже талантливой, неординарной. В копилке школы много побед, дипломов. Конечно, заслуга – это в этом учителей, заслуга администрации, конечно же, наших талантливых детей. И их успехи – это одна из ступеней для дальнейшего музыкального образования, развития. Ведь подготовка к поступлению в профильное, среднее и высшее учебное заведение – одна из главных задач педагогического коллектива. Ежегодно около 10% выпускников продолжают связывать свою жизнь с музыкой, выбирают ее в качестве своей дальнейшей профессии. Хочется сказать, что труд наших учителей, нашей школы, нашей администрации не остается незамеченным. Не раз школа была занесена на доску почета Слудского района по итогам работы. Только в 2020 году школа была награждена специальным призом на областном конкурсе «Творческий олимп Минщины» за высокие творческие достижения в области искусства и культуры Минской области. Мы гордимся нашими результатами нашей работы и хочется пожелать в дальнейшем нашей школе еще больших результатов, еще больших повед и успехов. Изредка наш учебный процесс разбавляется, обогащается отчетными отделенческими концертами, мастер-классами, семинарами, квестами, а также концертами известных, выдающихся деятелей искусства Беларуси и зарубежья. И хочется сказать, что в нашей учителе не только обучают детей, но и сами музыцируют. Одна из гордостей нашей школы – наши четыре образцовых коллектива и один коллектив «Народный». Именно в Оркестре Русских Народных Инструментов и музыцируют наши учителя. Высокое звание «Народный» коллектив подтверждает концертными выступлениями, конкурсными победами, а также творческими экспериментами. И поздравляя с такой знаменательной, значительной датой, хочется сказать, что мы гордимся нашей школой, её прошлым, будущим. И очень надеемся, что наши звёздочки, которые сегодня представляют школу на конкурсе, будут создавать будущее этой школы. Желаю всем коллегам творческого вдохновения, успехов, обязательно здоровья и энергии. И хочется сказать, что нельзя останавливаться на достигнутом, потому что нет предела совершенству. Ставьте себе новые цели, двигайтесь к новым вершинам и их достигайте. Ведь к этим, я думаю, именно в этом ценность и смысл нашей работы. С праздником, дорогие коллеги! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этот праздник, конечно, если посчитать, то есть 70-43 моих в этой школе, то, конечно, это большой праздник, хорошо, что дождались. И мне хочется вспомнить немножко историю, потому что я застал многих учителей, которые работали здесь, ну, по разным инструментам. Я бы хотел немножко сказать о духовом отделении. Мы долгое время работали. У нас такие учителя были, как Чернявский Александр Иванович, Тукалов Владимир Григорьевич, Лях Сергей Геннадьевич. Мы как-то долгое время работали вчетвером. Ну, приходили молодые, уходили. Сейчас у нас на отделении семь учителей, и с них четыре учителя – это бывшие ученики нашей школы, что очень приятно. Ну, работаем, так сказать, в меру своих возможностей, участвуем в разных конкурсах. Учителя отделения активны в жизни школы, участвуют в детском оркестре, в духовом оркестре Судского дома культуры, в народном духовом оркестере, в народном оркестре народных инструментов. Много играют, много музицируют. Приятно, что молодые наши учителя, которые вот пришли уже не так давно, работают хорошо и качественно. Ну, Лях Александр Сергеевич Шкулепов, Фома Иванович, уже опытный учитель. И другие, в принципе, работают хорошо. Мне кажется, сколько слов хочу сказать о образцовом духовом оркестре. Детский образцовый духовой оркестр был организован в 1977 году. Недавно мы так отметили, уже 40-летие, то есть уже как бы, ну, приличный, так сказать, уже и возраст для детского духового оркестра. Считаю, что дети должны ходить, музыцировать в коллективах. Это очень хорошо влияет на их, так сказать, и качество, так сказать, и дружбы, и в музыке подтягивает сильно. Ну, оркестр много выступает на городских мероприятиях, участвует в различных конкурсах. Постоянный участник майского вальса по Минской области, который проводится раз в три года. И наше, так сказать, самое было приятное выступление. В прошлом году мы заняли первое место в области. Ну, пользуясь случаем, в день, так сказать, юбилея школы, хочу поздравить наших всех учителей и администрацию школы, и тех персонал с этим праздником. Поздравляю и желаю всем здоровья, учителям хороших учеников, талантливых, ну, остальным всем нам здоровья. Поздравляю и желаю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Рассказать, как здесь прекрасно работать, какой здесь замечательный коллектив, администрация, какую поддержку нам оказывают. Реализоваться здесь очень просто, так как коллектив тебя будет всегда поддерживать. Я работаю не только педагогом, но и концертмейстером и руководителем детского оркестра народных инструментов. Благодаря администрации хочется работать, хочется себя совершенствовать. Смотря на заслуги наших преподавателей, коллег, хочется быть такими же, хочется расти. И идти дальше и прославлять нашу школу. Хочется еще сказать, что мы не только себя реализуем как преподаватели, но и как исполнители на сцене, на различных площадках города и школы. Представляем нашу школу на уровне международном, республиканском. И всегда это получается неплохо, так как есть цели, есть наши вдохновители. Хочется поздравить юбилеем с таким большим и весом, 70 лет. Сказать большое спасибо тем людям, которые поднимали эту школу, закладывали фундамент. Мы пришли, как говорится, на все готовое. И сказать большое спасибо тем людям, которые, может быть, уже здесь не работают, но они увидят, и им будет приятно, что их помнят. Большое спасибо всем родителям, детям, которые у нас учатся, которые дарят радость. Хотелось бы побольше видеть учеников новых, работать и жить в искусстве. С наступающими праздниками всех хочу поздравить. Пожелать крепкого здоровья, вдохновения, творческих успехов. Чтобы школа процветала, чтобы все становилось только лучше, чтобы мы были счастливы, чтобы у нас были всегда цели, чтобы дома у всех было хорошо, благополучие семейного, счастье. Ну и, конечно же, чтобы всегда была радость, нас окружала. Радость должна исходить из нас самих. Всех поздравляю с наступающими праздниками и с 70-летием нашей школы. Всем большое спасибо. 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 Спасибо.